Цветочное царство в одном отдельно взятом дворе. Вера Родионова начала создавать его, как только переехала в этот дом более 10 лет назад. Тогда в дворе было много садовой мальвы, которая росла сама по себе. Но хотелось чего-то более стильного и изысканного, такого, что удивило бы всех, и жителей дома, и прохожих. В основном многолетники. Сажаю многолетники, потому что с ними проще в уходе. Они не требуют таких трудозатрат. И очень благодарные цветы. Пионы, ирисы, бадан, гехера, туи у нас есть. Рябинник. Просто красиво в городе. Красиво около своего подъезда. Даже люди проходят и говорят, у вас лучший подъезд. Цветочных дел мастерам зеленый свет. В городе реализуется программа «Цветущая Самара». С каждым годом газонов и клумб становится все больше. В этом году яркие и ароматные площади увеличатся на треть. Каждому, кто поддержит почин, власти готовы помочь. Да и сами не отстают. Главы районов рассказывают на общегородском совещании, где и в каких количествах расцветут самарские улицы. В районах идет совместная работа с предпринимателями. Владельцы кафе, магазинов, парикмахерских обустраивают входные группы. Украшают цветами крыльцо, двери и балконы. Это и потенциальных клиентов привлекает, и глаз радует. Но мэр Самары напоминает, посадить цветы мало. Надо за ними и ухаживать. Были такие факты, когда предприниматели высаживают цветы, но уходы не обеспечивают. И кое-где эти вазы, они превращались и в пепельницы, по большому счету, да, и цветы там засыхали. Поэтому здесь нужно вести работу и подсказывать предпринимателям о необходимости поддержания благоприятного, такого благопристойного вида. А задача на будущее, чтобы весь город стал цветущим. И в каждом дворе были свои мастера-садовники, способные создавать красоту, которая, по слову известного классика, спасет мир. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.